Друзья, с этого ролика мы начинаем очень интересный проект совместно с нашими друзьями из X-Road Media. Мы будем оборудовать Соболь. Оборудовать под спальные места. Мы конкретно начнем со спальных мест, а там посмотрим, что получится. Сегодня мы будем снимать размеры, так скажем, жилого пространства в этом автомобиле полноприводном для того, чтобы понять, как нам возможно оборудовать спальные места с тем учетом, что у нас на этом автомобиле ездит большая многодетная семья. И нам надо положить где-то и детей, и маму, и, соответственно, большого папу куда-то тоже пристроить. Сейчас мы находимся в салоне автомобиля Соболь, пассажирской его части. И, что нужно отметить, к сожалению, здесь сидение никак не регулируется. То есть вы не можете как-то спинку сделать пониже, повыше, ну или, соответственно, разложить это что-то в кровать. А у вас, как я напомню, семья. Семья многодетная, и всех надо где-то укладывать. Значит, мы здесь будем делать надувную кровать. Для этого мы будем снимать размеры всего, в принципе, этого пространства. Нужно будет замерить расстояние между сидениями, расстояние от спинки до спинки. И план такой. Мы будем делать два таких опорных пуфика из ПВХ надувных, естественно, на которые сверху на липучках будет пристегиваться сама наша надувная кровать. Эта кровать будет из материала DWF, всем знакомый в одномоторниках AirDeck. И, в общем-то, должна получиться довольно здоровская большая кровать надувная, которую легко можно будет свернуть и развернуть, ну или хранить под этим сидением где-нибудь и не заморачиваться. В общем, вот, друзья, мы забыли про нашего папашу. Папаша у нас здесь довольно крупный дядька с детьми, вон там сзади он не поместится. Поэтому папашу надо укладывать здесь, впереди. И здесь сидение немножко регулируется, это даст немного свободы, но, тем не менее, здесь также надо сделать кровать. Но здесь будет, планируется тоже поставить пуфик надувной, также на липучках. Вот. Единственное, что он будет чуть поменьше, чем там. И кровать такая одноместная надувная поместится здесь также из AirDeck. Таким образом, у нас будет два спальных места, одно для папаши, другое для всей семьи, там, в пассажирском отсеке. Вот. Посмотрим, что получится. Срок, наверное, на все это про все уйдет, ну, может быть, недели-две, и через пару недель мы вам покажем, что в итоге у нас получилось. И X-Road Media обязательно об этом тоже будут рассказывать. Продолжение следует...